Жители Аягу за уже почти сутки остаются без тепла. В городе только начался отопительный сезон и при запуске очередного котла произошло аварийное отключение. По словам сотрудников Акимата, подрядчик не завершил в срок подготовительной работы, в связи с чем произошел сбой. На него уже подали в суд. Сейчас помимо жилых домов без отопления, сегодня остались три школы и один детский сад. А учеников перевели на обучение в режиме онлайн. Жители Аягу замерзнут в своих домах. Хорошо, что еще не наступила зима. В городе по сей день не завершили ремонт теплосетей. Вчера запустили тепло, а сегодня произошло аварийное отключение. Каждый год одна и та же проблема. Ну что такое? Сегодня сидим в таком холоде весь день. Прошлую зиму я к сыну уехала в Астану, чтобы тут не мерзнуть. Без отопления остались три школы, один детский сад, семь многоэтажек и 56 домов в частном секторе. Более двух тысяч школьников пришлось отправить на онлайн обучение. И детский сад сегодня не принял детей. Мы приняли такое решение, чтобы наши дети не мерзли, сидя в классах. На улице уже минусовая температура. Мы не можем рисковать их здоровьем. В Акимате отметили, что на проблемных участках сейчас ускоряются с ремонтом и обещают скорую подачу тепла. Подрядчик затянул с ремонтом теплосетей. Мы подали тепло и практически сразу произошла авария. Сейчас все силы направлены на то, чтобы устранить проблему. Отопление поэтапно восстанавливаем. На подрядчика, который затянул с ремонтом, подали в суд. Он не выполнил свои обязанности в указанные сроки. Сейчас все недочеты практически устранены, а горожане ждут, когда тепло придет в их дома.